Я включил. Добрый день, добрый вечер, дамы и господа. Мы продолжаем наш великолепный курс. И пришла очередь главы под названием Балак. Мы рассматриваем ее уже в третьем цикле. И два года назад мы взяли 23-й параграф и рассмотрели из него определенные отрывки. А другие не рассмотрели. Сегодня мы сделаем наоборот. То, что не было рассмотрено, выделено более крупным шрифтом. И там есть некоторые интересные такие слова. А совместно с записью из цикла 20-го года вы получите полное представление о 23-м параграфе. Плюс в конце нашей недели главы идет кусочек 25-го параграфа. Мы его тоже рассмотрим сегодня. Итак, уважаемые граждане, я читаю первую фразу. Так, одну минутку я попробую немножко убрать. Так, нет, не получается у меня. Ну ладно, вот так. Итак, бемидбар перек кавгимел, 23-й параграф. И сказал Билам Балаку, построим мне базе, это буквально вот в этом, имеется в виду на этом месте. Семь жертвенников. Вэ, хахэн, это императив, тот же корень слове мухан готовый. И приготовь мне на этом семь бычков и семь барашков. Так, прошу вас. А, вот еще маленькое дополнение для тех, кто впервые с нами. Я заранее ставлю на нашу группу в Телеграм-канале вот этот файл, файл с текстом, который мы намереваемся рассматривать. И файл под названием словарь, в котором слова, которые я выделяю зеленым фоном, я привожу по возможности с переводом и объяснением. А вот то, что я выделяю желтым фоном, это я отметил для себя, что я хотел бы что-то сказать по поводу вот этих слов. Анна, вы с нами, я надеюсь? Да. Прошу вас тогда, Бет. Сейчас. Ой, извините, так, секундочку. Так. Вая ас балак кашир дебэр бил ам, вая аль балак у бил ам, пар ва аиль бамис бэх. Так, и вознес балак, как сказал. Нет, я ассоциал. Сделал, все, сделал, сделал балак, как сказал ему по словам бил ам, как сказал бил ам, и вознес балак и бил ам, корову и барана на жертвеннике. Ну, имеется в виду, на каждом, на каждом, на каждом, на каждом, тут сколько там, семь, ну, на семи. Да, да, да. Хорошо. Гимел, спасибо. А на Гимел Тимофей, да? Да. Как вас? Вая мер бил ам, вэ балак, ит яцеф аль олатеха, вэ эльха улай икагэ ашэн лекхаті, удвар ма ярэни вэ игадэти лав, вая лэх шефи. А, совершенно верно. Сложная фраза, но мы справимся. Попробуем. Попробуем. Вот так. Так, и сказал бил ам, балаку, гид яцеф, буквально предстань, предстань, на возвышенности твоей аль олатеха. Да, олоп. Слово олоп – это жертва всесожжения. Почему она называется ула? Потому что она полностью сжигается и возносится к небу. Да? Вэльха, наверное, и пойду. Да. Да, и пойду. Может… Икарэ от слова микрэ. Кара случилось. Может быть, случится. А. Случится Всевышний и скажет… Навстречу мне, ликрати. Да, навстречу мне. Удвар, ма, ирэни. И скажу, что вижу. Угу. И расскажу тебе. Да. Вэйлэд Шефи. Шефи. Шефи подсказывает, где словарь – это значит «в одиночестве», «оддин». Есть близкое слово «шефи». Изобилие, да. Колепия – изобилие, но оно пишется с айном, тут другой корень. Спасибо, Тимофей. Вот по поводу этого слова «и карэ». И в следующем посохе мы видим другую форму «вайкар», то есть случился. Есть интересный комментарий. Я обычно стараюсь концентрироваться на языке, но здесь я, пожалуй, дополню, потому что к языку это тоже имеет отношение. Есть два похожих корня. Карас-хей случилось, и Карас-алев прочитал, озвучил, а также воззвал и призвал. И как кодыш – священное собрание, буквально это священное созывание. Так вот, предыдущая книга, пятикнижевая икра, которую мы можем название перевести как «и воззвал», в ней буква «алиф» в самом первом слове написана маленькой. Дело в том, что Моше, когда Всевышний диктовал ему Тору, хотел вместо слова «вайкра» написать «вайкар». Что это значит? «Вайкра» и призвал бог Моисея. То есть Моше был настолько важен, что Всевышний сам обращался к нему. Но Моисей был еще и скромен, поэтому он хотел как-то затушевать свое величие. Вайкар и случился ему, и случайно попался ему Всевышний на пути, как вот здесь написано, относительно Билама. То есть Билам сам говорит, может быть, случайно я встречу Всевышнего. Вот, и Всевышний сделал так, что эта буква «алиф» в слове «вайкра», она таки имеется, но она пишется во всех свитках и во всех книгах уменьшенной, чтобы показать скромность Моисея. Так, теперь Далет, прошу вас, Анна, распределяйте, кто Далет. Так, Людмила, Людмила у нас обычно читает. Людмила у нас, дело в том, что я сдвинул список, чтобы освободить место для текста, и я… Людмила у нас обычно читает. Людмила, да, да, попрошу вас. И позвольте. Случился буквально. Да, Всевышний. Вайкара в словах «кара». Да, 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 да. И Биламу, и сказал ему, семь жертвенников… Устроил я буквально, да. Вот этот корень означает, например, редакцию, ариха или орехдин – это адвокат. Как-то с организацией, да, связано? Да, да, да. Организовать. И возвысил… Поднял я, да. Кого? Бычка. Корову? Корову? Да. И… А, быка в смысле? Быка. Да, бычка. И… Аиль – это барана на шерственник. На шерственник. Да. Да. Поднял, поднял. Спасибо, спасибо. Все правильно. Так, у нас есть… Два, да, две девочки. Пожалуйста, сделаем так. Если вы хотите участвовать активно и можете, включите микрофон, и мы будем ставить вас в очередь. Если микрофон выключен, значит, вы сегодня только слушаете. Так. Я могу прочесть, если можно. Да, мы будем рады, прошу вас. Да, верно. Ва, я, сэм, от слова «сим», положил буквально. Господь, товар – это вещь, да? Товар – это дело, слово, иногда вещь, да. В уста… Буквально всевышний слово «в уста бэфи пилама», да. И сказал «вернись к балаку». О, каха, да. Так сказал. Итак, скажи. Те добре? А, скажи, скажи. Да, будущее время. Спасибо, спасибо, Юля. Все, все совершенно правильно. Так, Вав, кто хочет? Если никто не хочет, беру я. А, у нас была девушка Наталья, но она как-то учитывая исчезла. Ну, может быть, она восстановится. А вы следите за микрофоном. Тогда я читаю. И вернулся к нему, кто к кому вернулся. Билам вернулся к балаку. Значит, это очень тянет, сказать, согласно грамматике русского языка, как балаку. И вернулся к нему. Ну, и вот предстоит он, стоит он на жертвоприношениях, на всесожжениях. Он и все князья муавские. Так, кто стоит? Стоит царь балак, именем которого названа недельная глава. Что там происходило дальше, мы можем прочитать, но, в принципе, это уже было разобранно. Значит, тут говорит Билам некое слово, что он не проклинает народ, как просил его балак, а наоборот благословляет его. И дальше мы читаем Ют Алиф. Ну, может быть, имеет смысл прочитать. Вы, может быть, так быстренько прочитаете. Я прочитаю, да? Прочитайте, прочитайте. Ну, так все красиво, хорошо. Все правильно, это будет логично. И буквально поднял Машаль, как это, баскин свою, да? Притчу, притчу, наверное. Притчу, да, о, хорошо. И сказал, из Арама, вывел меня, да, привел меня, положил меня балак. Ну, расположил, да, расположил, привел. Это слово, это одно из слов, означающие проклятие. Проклини мне, Якова, и иди, Зоама, Исраиль Зоама, я забыл. Два года назад мы разбирали. Ну, типа, ну, злословие, скажи, какое-то злое, что-то злое скажи. Понятно. Как я прокляну, ведь не проклинает Всевышний. Вот это вот Эков и Кава, да, одинаковый, один корень, означающий проклятие. И как я вот этот вот Эзам, Зоам, как мы в конце прошлой фразы читали, да? Если не за Эм, если не клянет его Всевышний. Ибо с вершины скал увижу я его, и с холмов буду глядеть на него, вот народ в одиночестве селится, и среди народов он не считается, не числится. Кто сочтет прах Якова и сосчитает рова, что это? Ну, тоже что-то типа пыль, прах, что-то похожее. Да, возможно. Израиля. Пусть умрет душа моя смертью прямых, и пусть будет последствие мое, то есть конец моей жизни, как их. Вот что сказал нам Бил-Ам, и это мы разбирали в предпредыдущем цикле, а теперь мы читаем Ют-Алев и разбираем в этом году. Чья очередь, прошу вас. Моя, ты моя учителька. Так, Сказал Балак Бил-Ам, что ты делаешь со мной или мне? Что ты мне делаешь? Я тебя проклясть врагов моих, я тебя взял, привел, а вот ты благословляешь. Благословлять благословением благословляешь. Да, вот какая жуть. Лаков мы встречали это действительно проклинать. Вот интересно, что не ма-асито, а правильно ме-асито. Есть такой, перед гортанами. Да, спасибо, Анна. Ют-Бет Симофеевич видно, да? Да. Да. Вай-Ан, Вай-Умар, Галло, Эт Ашер, Ясим Ашем Бэфи, Ато Эшмор Алядабер. Переводим. И ответил, и сказал, вот то, что вложит Всевышний в мой рот, это будут соблюдать говоря. Ну, как-то так. Да, да, да. Да, Ашем Бэфи, именно так, да. Да. Спасибо, все правильно. Ют-Бет Симофеевич. Вай-Ёмар, Элаф, Балак, Лыхана, Ити, Эль-Маком, Ахер, Ашер, Тир-Эну, Мишам, Эфес, Кат-Цеху, Тир-Э, Веку, Ло, Тир-Э, Век, Кавно, Ли, Мишам. И сказал ему Балак, запрыгнула, потерялась. Лехана, Иди, пожалуйста. Какой я читала номер? Вот здесь вот, извините, я просто сдвинул, чтобы открыть себе словарь. Лехана, Иди. Номер по суку скажите. Ютгимон, я так понимаю. Да, Ютгимон, конечно. Вот здесь Ютгимон. Теперь он его плохо видит. Так, и сказал ему Балак, тебе вот со мной. Леха, пойдем, пойдем, пожалуйста, со мной. Пойдем со мной к месту другому, которое мы... Увидишь ты оттуда, да. Тир-Эну, а почему ну? А, Тир-Э, ну, покажу я нам буквально. А, которое покажу оттуда. ты увидишь. Увидишь. Ты увидишь. Ну, непонятно. Это его, а то тут написано в переводе. Увидишь ты его, ну, народ. А, да, это дополнительный суфрис. И увидишь ты его оттуда. Эфис, это... Слово Эфис, как известно, ноль. Но в данном случае, что это значит? Ничего кроме. Или даже выдает перевод, как однако. Но однако. Так. Увидишь ты, увидишь его там, но однако. Ка цегу, тир-Э. То есть, край его увидишь. Да. Но его увидишь, и все не... А все не увидишь. А все не увидишь. И договорились... Нет, ковно это не кова, но это проклинать. И проклинешь его, мне, Миша, оттуда. Совершенно верно. Вот этот вот корень. Судя по всему, кув бет-эй не нашел его в словаре, но значение этого корня известно, это именно проклинать. Да. Спасибо, Людмила. Спасибо, очень мило. Теперь Юд Далет. Это, наверное, Юлия, да? Да, Юлия. Ага. Ва ейка, гену, гу, зде, цифим, элэ, рож, пизга, ва, ивэн, шива, мизбэхот, ва яйл, ва яйл, ва яйл, яйл, ба мизбэх. Да, совершенно верно. Вайкахэйгу, вайкахотто буквально, да, и взял его. Куда его взял? В поля? В поля? В поля Тофин. Что такое Тофе? Наблюдать, смотреть. Гора Тофин, гора наблюдения, скопус она называется, гора, с которой паломники видели храм, приближаясь к нему, да? Вот я возьму тебя в поля, из которых видно. Эль, рож, а пизга, да, что это? Это главу, а вот пизга, не знаю. Пизга – это вершина, вершина, да. Вайевэн. Вайевэн бана и построил шива мизбэхот. Жертвенник. Семь жертвенников. Семь жертвенников. Мы знаем, кто. Да, 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 верно, давайте, давайте закончим. Я парвай. Вот этого бычка и поделюсь, и поднял на жертвенник. Вайевэн и барашка в амизбэх. На каждой жертвенник. Тут у меня маленькое замечание. Вот все предметы мебели мужского рода образуют множественное число с уффиксом от. Например, шульханот, аронот. И вот мизбэх тоже мизбэхот. Так что можно считать, что жертвенник – это предмет мебели. Так, спасибо. Спасибо, Юлия. Все правильно. Так, то теперь я беру. Я беру. И сказал Балаку, встань здесь на всесожжениях твоих, то есть рядом с ними, а я может быть случится вот таким вот образом. То есть он все еще надеется, что встретит он Всевышнего и случайно получится так, что ему повезет. Ну, комментарий говорит, что Билл Ам обладал уникальной способностью угадывать мгновение гнева Всевышнего. И вот на это ты, собственно, надеялся, что, может быть, произойдет такой счастливый, для него счастливый случай. Так. Да, пожалуйста, это Зайна Анна. Если Билл Ам знал время, когда можно попросить и там проклятие сбудется, когда благословение сбудется, то Билл Ам знал место. Поэтому он говорит ему, пойди вот на это место, а потом пойди вот на это место. Он чувствовал, с какого места лучше проклинать, а с какого лучше благословлять. То есть Билл Ам и Билл Ам и Балак это соединение времени с пространством. пространство и времени, да. Да. Мы молодые хозяева земли. Понятно. Так, прошу вас. Так. Вай иках Ашем Эль Билл Ам Вайасем Давар Бепив Вайомир Шуф Эль Балак Вако Кедабер Вайкар И действительно Икар и действительно встретился Всевышний с Билломом вложил слово в уста его и сказал вернись к Билл Балаку и так говори ему. Да. Что же ему надо было сказать? Юд Зайн Прошу вас, Тимофей. Спасибо, Анна. Юд Зайн И пришел к нему и вот стоит на всесожжении его и князья Муава с ним и сказал ему Балак, что говорил Всевышний. Да. Вопросы. Да, верно. Два года назад мы рассматривали в большей степени речи Билл Ама, точнее слова, которые Всевышний вкладывал в его уста. И здесь такая речь поэтическая, возвышенная и много слов, которые мы не используем в обыденной речи. Поэтому сейчас, когда я решил это пропустить, но такие имеют смысл это все-таки засчитать, какие-то слова могут быть нам непонятны. Но, тем не менее, я зачитаю их. Войса, Машалова, Йомер, Кум Балак, Ушма, Азина, Адей, Бно, Ципор. И возвысил Анна, я опять забыл, притчу Сою, да? Да. И сказал Встань, Балак, и слушай, преклони ухо, Азина, это прислушайся от слова Озан, Адей, Адай, это ко мне, то есть буквально слушай сюда, более точно, наверное, слушай до меня, да? Бно Ципор, сын Ципора, это было отчество Балака, он был Балак Ципорович, то есть по фамилии Птичкин. «Ибо не человек всесильный, чтобы солгать, и не сын человеческий, чтобы передумать, разве он скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит, каф, и не берах, лакахти, уберех, бело ащибена, ащибена, да? Вот, благословить взял я и благословлю, и благословлю, наверное, и не повернул назад. По-моему, так, если перевод русский дает что-то другое, то верьте переводу, а не мне. Может быть, перевод учитывает какие-то нюансы. Каф-алеф. Ло-хибит авет баяков в ло-ра-а-амальба Исраэль. Хашем элокав иму утру ад мэлех-по. Не видно греха в Якове, это еврейский народ, и не видны. Амаль – это, вообще-то, тяжелый труд. Здесь имеется в виду труд, работа по изменению мира в обход желания Всевышнего, то есть идолопоклонства. В Израиле Всевышний, Бог его, с ним, что такое труа? Трубление в шофар и трубление царское в нем. Так? кафбет эль муциями митсраи кето афот рэм лоу. Бог вывел их из Египта. Что такое то афот? Величие, по-моему, да? Могущество, да, рэм – это некое сильное животное, некоторые переводят его даже как единорог, да, в нем, точнее, ему свойственно, то есть здесь намек на силу и мощь еврейского народа. кило нахаш баяков вело кесем бе Исраэль каэт е амер лаяков ул Исраэль ма па аль эль потому что нет, что такое нахаш ле нахэш это угадывает, да, но здесь имеется в виду узнавать то, что Всевышний предпочел скрыть от человека окольным путем, то есть гадание в Яков и нет, что такое кесем в современном рите кесем это фокусник, да, имеется в виду некий обман, колдовство в Израиле. Каэт в настоящее время, сейчас будет сказано Якову и Исраэлю, что совершает Всевышний. Ген ам келави якум у хаари итнасе лоишкав ад йохаль тереф ведам халалим йиште вот народ как лев молодой лови ребенок встает и как лев ари это зароса лев итнасе поднимается не ляжет пока не съест растерзанное то есть добычу и кровь но как это помягче сказать халалим это туши туши животных растерзанное им да выпьет вот такие слова замечательно кто читает Кавгей у нас Людмила по отчеству была по-моему Тимофей почитал Вайомр балак эльбилам гам коф ло тиковену гам барех ло тевархэна хам и сказал и сказал балак белам также коф проклинать а также проклинать не проклинать не проклянуй буквально да так грегам проклинать нет его ну это направление на кого это дополнительная суффикс и его также благословение благословлять не благословляй его это повелительное было он говорит, если хоть не хочешь проклинать, ну хотя бы тогда уж не благословляй его потому что он боится, что от слова Бабелама раз он такой волшебник, от его слов там лишняя энергия поступит евреем так что лучше замолкни замолкни вот интересно, что под буквой вот здесь видно стоит огласовка ультракраткая мы привыкли к тому, что ультракраткие гласные, не слогообразующие стоят под гортанными буквами, но в Танахе иногда и под обычными буквами стоят и так смысл ясен да? ковену надо было читать тиковену 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 как-то вот это да? 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 сказал не сказал я тебе говоря да? 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 все, что говорит Господь его сделай это сделай да? да? совершенно верно да? спасибо ковзайн байомер балак от слова яшар в глазах всевышнего в глазах всесильного да? векабо то и проклянешь его мне оттуда вот так Анна Кав Кэд пожалуйста вот 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 да? и взял балак Бил Ама на вершину Пэора да? и не шкаф ну видно видно а с нее видна ну буквально как бы лицо ну пустыш пустого места пустыш пустыня да пустыня да совершенно верно не шкаф тот же корень что в слове очки мишкафаем да? наблюдать а не шкаф это значит наблюдаемая над поверхностью над лицом буквально яшимон пустынное место вот перевод обращенную к пустыне обращенную лицом ну обращенную к пустыне да верно спасибо Анна Тимофей Кафтет Переводим и сказал Белам Балаку построй мне здесь в этом семь жертвенников и приготовь мне в этом семь бычков и семь овец марашков на жертвенник имеется на каждой жертвеннике да 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 спасибо спасибо Тимофей вот мы дочитали 23 параграф 24 кажется мы разбираем в прошлом назад а еще один остался Ламет прекрасно Ламет Людмилев и сделал Балак как сказал ему Белам и вознес бычка и барана на жертвенник совершенно так и теперь в конце нашей недельной главы идет несколько пасоков а именно девять фраз из параграфа 25 вот ну давайте это разберем и посмотрим сколько времени у нас останется так я полагаю что Юля начнет нам с Алифа это место это название места но шитим это вообще акации вместо так простительности Ваяхаль узнаете слово то же самое что начали воевать воевал народ не не это это и начал народ точно да дочеря муава буквально да да грустная история спасибо спасибо теперь давайте я это и был признан призван буквально слово кора через Алиф да народ к жертвенникам их богов интересно что их имеется ввиду женский род мы видим здесь по букве ну да то есть это были башки не просто муава а женщин муавских и ваюхальха и кушал народ ваиштахаву и поклонялся богам их вот такая жуткая история Гимел пожалуйста пожалуйста Анна да ваиштахаву Исраэль Исраэль сгорелся кне всевышнего на израиль да спасибо Анна вот такая история тимофей дали дали и повесьтах и повесьтах и повесьтах и есть комментарии Раши из сам ядрина можете посмотреть в нашем файле словаря что это означает именно повешение приводит он оттуда примеры буквально повесь к богу против солнца то есть так чтобы это было всем видно и ясно чтобы неповадно было другим вешать надо не начальников а грешников грешников конечно да но кстати еще вот это вот подчеркивает что по еврейскому закону вешали только убитого то есть труп его вешали на дереве и не далее чем до захода солнца да потому что в дальнейшем это был позор не только для человека но и для имени Всевышнего его создание про которое сказано в образе и по подобию да предается вот такому поношению так вот повесь напротив солнца буквально это и утихомирился вернулся отвернулся гнев бога от от евреев да спасибо так Людмила да воем мошей израэль хиргу иш анашав ханитсмадим леваль пеор и сказал мошей ой сейчас судьям сейчас секундку выскочил всплывающее окно и сказал судим израилем рассердился хиргу убивать убейте человек анашав людей его буквально людей его анисмадим самид это браслет самид это тесный прилегающий здесь буквально приблизившийся прилепившийся к гаоль пеору да да именно так спасибо Юлия вам анашав 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 бне сай вегем анашав богим петах олех огель огель моед да да верно и вот человек из сыновей израиля идет приближается к брату своему к братьям его и пригласил к братьям своим кого? Медьянам? Медьянитянку, Медьянит. Да? Медьянитянку. Да. В глазах, пред глазами Моше и глазами всего Адад на Исраиль. Адад, я не знаю, что это. Эда, общество. А, общество сыновей Исраиля. Да. Гема это гем. Это ярость какая-то, гнев. Гема это и вот. Гем, извините, и они. И они плачут. Да. Это при входе в Огель Моэд потер собрание. Они плачут и тут подходит вот этот вот товарищ. И ведет наглым образом вот этого Медьянитянка. Да, спасибо, Юлия. За им. Ваяр Пинхас Бен Элазар Бен Аарона Коэн Ваякам Митох Аэда Ваяках Ромах Беядо И увидел Пинхас сын Элазара сына Аарона священнослужителя и встал из среды общества и взял Ромах это меч в руку свою. Подождите, меч или копье? Нет, копье. Копье, копье. Копье, конечно. Да, это верно. Так, Хэт Анна, прошу вас. Ваяво Ахар Иш Исраэль Эл Акуба Ва Идкор Эт Шнейхэм Эт Иш Исраэль Эт Аиша Эль Кавата Вэте Ацар Амагифа Мэ Аль Мэ Исраэль И пошел. Пошел следом за израильтянином Акуба в какое-то место жительства Шатер Куба это Аль Аль Миша Шатер И пронзил поразил их обоих человека мужа израильтянина и женщину в чрево ее переводит и прекратился мор эпидемия среди израиля Как сказано и одной пулей он убил обоих и вродил по берегу в тоске Спасибо Анна Да все правильно Так Ну что же Тимофеев достается как обычно Тет Тет Точно И было умерших в эпидемии в поветрии 24 тысячи 24 тысячи Да Вот этим заканчивается глава под названием Балак Следующая глава называется Пенхас Насколько я помню вот первый параграф из главы Пенхас мы дорассматривали Так сейчас я посмотрю Время у нас еще осталось не очень много но осталось Ух ты как интересно Вот это вот Кафхет Ага А вот это минуточку Это что было такое Да Ого Так Давайте дочитаем Ну что-то как-то из песни не выкинет А что дочитаем Ну давайте читать Ну хорошо тогда вот пожалуйста вы видите экран да Это то что мы делали год назад Ну пожалуйста давайте почитаем Я целиком все за Ва Яшев Исраэль Кто читает Людмила О Прошу вас Где Это уже было Конечно Это уже было Это мы рассмотрели Вот отсюда вы читаете От Ю А тут пока Тед у меня показывает Можно передвинуть тогда Вот так Вот так Вот так Что вы видите Ну я А все понял Так Извините Да Сейчас я переделаю Это Если у меня получится Нет У меня не получается Я могу Книжку взять Ну Людмила Наверное Придется сделать Так Мы сейчас Приложение Мы читали Кафт Гей До Тед Включительно Вот А то что дальше Мы в общем-то Это рассматривали Давайте посмотрим Еще раз Понятно Сказал Бог Моисеев Следующее Вот Юд Алиф Если у вас Открыто Прочитайте Если нет Прочитаю я Ну давайте Я прочитаю Чтобы не терять время А вы пока Найдите Что дальше Юд Алиф Авгейна Юд Алиф Пинхас Бен Элазар Бен Арон Гаккоэн Гейшив Эд Хаматиме Альб Ней Исраэль Бекан О Эд Кин Ати Бет Хам Вело Хилити Эд Ней Израэль Бекин Ати Пинхас Сын Элазара Сына Арона Акоэн Так Здесь Их 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 Филити От слова Коль И не Прикончил Я Сынов Израэля В ревности Моей Вот что Говорит Всевышний Так Юд Бет Кто Не Хно Хочет А кто Может Двенадцатая Моей Давайте Двенадцатая Союз Мира Мой Союз Мира Мой Союз Мира Да Совершенно Да Юд Гимел Юлия Если У вас Есть Хотите У меня Книжечки Нет Я Пока В Сефаре Не могу Найти Простите Хорошо Хорошо Нет проблем Так Юд Гимел Тогда Прочитаю Я В Гайта Ло Улезар Оахарав Брит Кегунат Олам Тахат Ашер Кина Лелогав Вайхапер Альбне Исраэль И Будет Ему И Потомству Ему Вслед За ним Союз Кегуна Священнослужения Олам Значит Вечный Тахат В данном Случае За то Что Тахат Ашер Кинат За то Что Возревновал К Богу Его Вайхапер И Искупил Сынов Израиля Юд Далет Ну прошу Тогда Анна Анна У вас есть Да Да Тахат Тахат А Так И Теперь Тимофей Да Тимофей Семасекс Да Да Выше Мэйша Амука Медьянит Козби Батцур Рош Умот Бэйт Ав Бэймедьян Угу И Имя Женщины Пабитай Медьянитянки Козби Дощ Цура Глава Дамуф Медьяне Умот – это буквально народы, глава народов, может быть, в Медьяне он. Понятно, спасибо. Так, кто-то может прочитать у нас Тедзайн, Юдзайн? Да. Есть желание? Прошу вас. Эд хамедьяни в хиките оттам. Говорил Всевышний Маше так. Вражи буквально. Выступи. Войдуй, да. Против медянитян и приази их. Да, верно. Спасибо. Срор, как цар. Цар – это притеснитель, да, цар – это еще и узкий. Бейна Мецарим. Увы, сегодня был пост и начинается три недели. Весьма неблагоприятный для еврейского народа в целом и для меня в частности, но ничего, с Божьей помощью мы это переживем. Мерстеснинов называется. Бенихлейхем ашер нихлу лахем алдвар пеор, ваальдвар козбибат, наси милиян, ахотам амка бейом амегифа, алдвар пеор. Бенихлейхем ашер нихлу лахем, потому что враждуют они вам, доставляют вам неприятности. Бенихлейхем не помню, честно говоря, пока я буду искать в словаре, может быть, кто-то посмотрит в переводе. В замыслах, которые замышляли вам, то есть против вас, по делу пеора и по делу козби дочери князя Медьянского и их сестры, побитый, то есть убитый в день Магифа, в день Мора, в день эпидемии, по делу пеора. Вот мы дочитали таким образом 25 главу, и мы уже, Порошат Пинхас, 26 главу мы не смотрели, насколько я помню. В прошлые разы, значит, будем ее рассматривать в следующие разы с Божьей помощью. Так, ну что же, да удостоимся мы видеть приход Машиеха, при деятельности которого посты превратятся в праздники. Да будет так, амейн, амейн. Амейн. Всем спасибо. Амейн. Так, приходите еще, приводите новых людей, мы гостям хорошим рады. И, в общем, вы видите, как проходит наше занятие. Вот, имеется архив записей, и там можно посмотреть, что мы в прошлые циклы рассматривали, уже проходили. Да, спасибо, спасибо, всего доброго. Значит, сегодня в разовом порядке мы отложили начало, а обычно в 7.30 израильского времени, так я понимаю, что московского тоже мы совпадаем, да? Да, пока что. Пока что, да. Будем здоровы и лишь бы не было войн. Всего доброго, пока. Спасибо, до свидания. Приходите, Иван. Спасибо, пускай у вас все будет хорошо, вы сказали, что у вас что-то там не совсем. Нет, нет, дай бог, дай бог, чтобы было еще лучше. Ладно, счастливо, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok